В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Рокотская. Здравствуйте! В последнее время много говорится о цифровизации государственных ведомств. Проект цифровой трансформации, рассчитанный на несколько ближайших лет, реализуется и в Росреестре. О том, как это происходит в Приморье, расскажет начальник отдела государственной регистрации недвижимости в электронном виде управления Росреестра по Приморскому краю Евгений Санин. Евгений Александрович, здравствуйте! Здравствуйте! Росреестр, какие услуги в электронном виде он сегодня предоставляет? Росреестр активно развивает свои электронные сервисы. На сайте Росреестр рассмотрены все основные услуги Росреестра, такие как государственная регистрация прав, государственный кадастровый учет, предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости. Данные заявления можно подать все в электронном виде в личном кабинете. Также на сайте Росреестр, росреестра.gov, в сервисе под названием «Электронные услуги и сервисы» есть такие сервисы, как публичная кадастровая карта. В данном сервисе можно увидеть все сведения об объекте недвижимости, о земельных участках на территориях не только Приморского края, но и всей страны в целом. В данном сервисе развеет такой подсервис, как земля для застройки. Очень интересный сервис. В данном сервисе вы можете на территории Приморского края увидеть земельные участки, которые предназначены для строительства как индивидуального жилищного, так и многоквартирной застройки. Это сведения о свободных земельных участках. Вы можете в этом сервисе, если вам понравился тот или иной земельный участок, подать заявление в органы власти о предоставлении вам данного земельного участка для застройки. То есть, если я хочу построить дом, я подаю документы? Да, вы можете посмотреть, выбрать земельный участок, те, которые там представлены, и подать заявление на этот земельный участок. Также очень активно пользуется спросом сервис предоставления сведений об объектах недвижимости в режиме онлайн. Очень удобный сервис для покупателей будущих. Если, допустим, вы нашли тот или иной объект, знаете адрес, либо кадастровый номер, вы можете посмотреть, стоит на кадастровом учете данный объект, зарегистрировано на него право, есть ли на этот объект ограничения. Ну и основные характеристики по данному объекту вы можете увидеть, этажность, площадь и так далее. Конечно, вы в данном сервисе не увидите сведений о собственнике, какие ограничения наложены, но основные базовые вещи, такие как регистрация, постановка на кадастровый учет, площадь, собственность, вы это все увидите. Очень удобный сервис. Ну и, честно сказать, все сервисы, которые представлены в этой вкладке, электронные услуги и сервисы, их там много. Надо полистать и пользоваться. Может ли человек оформить сделку купли-продажи онлайн, если, допустим, находятся люди в разных городах, в разных странах? Ну вот как это сегодня происходит? Ну мы с вами несколько лет назад столкнулись с пандемией. И вот на сегодняшний момент такая возможность подачи документов есть. Мы эти сделки называем дистанционными сделками. То есть сделки на дистанции, когда продавец и покупатель находятся в разных городах, в разных регионах. На сегодняшний момент такая возможность есть. Это несложно. Это можно делать на сайте Росреестра, а также на других различных сайтах, в том числе Дом Клип, Метр Квадратный, Дом РФ и так далее. То есть квартиру можно купить? На сегодняшний момент очень удобно пользуются этим сервисом люди, которые особенно приобретают первичное жилье у застройщиков. Выезжать не надо, смотреть не надо, схема есть, место расположения объекта есть. Нажал, купил, и все, и ты собственник. Да, да. То есть мы понимаем, что электронные услуги пользуются популярностью наравне с традиционными услугами. Ну, традиционным методом, которые предоставляются, которыми мы еще пока больше привыкли, может быть. А какова доля, каков объем этих электронных услуг? На сегодняшний момент доля заявлений о государственной регистрации, о постановке на кадастровый учет, представляемых в электронном виде в Приморском крае, в среднем по году составляет 50% пополам, да? Но вот в третьем квартале мы уже перевалили этот экватор, и на сегодня это 53%. Что хотелось бы отметить, что государственные органы с 1 января 2023-го, мы переходим с ними на стопроцентное взаимодействие в электронном виде, и в настоящее время с государственными органами у нас 99% услуг предоставляется в электронном виде. Что это значит, например? Ну, органы у нас с вами также обращаются и за регистрацией прав, и за постановкой на кадастровый учет, и за предоставлением сведений. Вот эти все сведения, все эти услуги также предоставляются все в электронном виде. А какие услуги в электронном виде имеются в виду в Приморье пользуются наибольшей популярностью? Самой наибольшей популярностью, конечно, пользуются, но она и самая массовая, это государственная регистрация прав. На сегодняшний момент такая услуга, как государственная регистрация договоров долевого участия, ну мы говорим про первичное жилье, так вот более 70% таких сделок поступает в электронном виде. Государственная регистрация ипотеки на сегодняшний момент также процент в некоторые месяцы подходил к 80% в этом году, а так в среднем также 70% ипотек поступает в электронном виде. Кроме того, ну я уже сказал, что основные, остальные, просто государственная регистрация прав, кадастровый учет, это 50% на территории Приморского края. А по России есть какая-то разница с Россией? С Россией Росрегистры по Приморскому краю входят по предоставлению услуг в электронном виде в 20 лучших регионов. То есть наше население все-таки цифровизируется активно? Пользуется, да. А по, допустим, по ипотеке один день мы входим в десятку лучших регионов России. Ну если учесть, что 87 регионов, да, то вот такая, такие цифры, я думаю, достойны. Что значит ипотека один день? Что значит ипотека один день, мы называем эту услугу так. Мы на сегодняшний момент по электронным заявлениям государственной регистрации ипотеки осуществляем эту регистрацию в один день. На сегодняшний момент 90% ипотек, представленных в электронном виде, осуществляется за один день и менее. По тем сделкам, по которым есть вопросы, соответственно, сроки немного увеличены, пока не будут решены эти вопросы, или исправлены эти замечания. Ну вот, что и значит. Ну это очень, мне кажется, это мовшество какое-то, получить ипотеку за один день, потом оформить квартиру там за пару дней и все. Нет, нет, не так. Ипотека один день, это как раз вы приобретаете квартиру за счет кредитных средств и сразу оформляете право и ипотеку. Вот это право и ипотека мы регистрируем в течение одного дня. А, даже так. Да, то есть целиком. Да, то есть целиком все, полностью вы получаете регистрацию за один день. Ну вот, кстати, это, наверное, одно из преимуществ услуг в электронном виде. А какие вообще преимущества, возможности есть у услуг в электронном виде перед теми, что мы привыкли получать? Ну, это основное преимущество – это круглосуточность. А, да. Да, кстати, я в этом вообще не понял. Да, о том, что мы можем в любое время с вами подать заявление в любой час, в любую минуту, да. Второе – это экстерриториальность. То есть в любом месте мы можем также подать заявление, зарегистрировать тот или иной объект. Третье – если пользоваться именно сервисом или сайтом Росреестра, то это еще и небольшая экономия денег, там 70% оплаты госпошины. То есть если у нас госпошина 2 тысячи, то если пользуются непосредственно сайтом Росреестра, то мы с вами платим 1400. 30% экономия, если у вас большой объем сделок и так далее, это довольно-таки существенно. Ну да. Если это речь идет о каком-то бизнесе, например. Да, да. Не единоразовая какой-то акция, назовем это так, а если это целый процесс. Если совершается купля-продажа квартиры, как проверить сведения о приобретаемой квартире? Как это сделать? Ну, я уже упомянул про сервис онлайн. То есть первично мы можем оттуда посмотреть информацию, площадь на каком этаже, либо этажное здание, посмотреть, стоит на кадастровом учете, есть зарегистрированные права, есть зарегистрированные ограничения. Ограничения могут быть разные, как ипотека, так и наложенными различными судебными органами, приставами, налоговыми органами. Это первичная проверка, но основная проверка, это, конечно, заказать выписку из единого государственного реестра прав. И как раз-таки на сайте Росрегистра все это можно сделать. Заказать выписку, получить сведения, и уже согласно этих сведений вы будете понимать, кто является хозяином данной квартиры, ну и есть ли на нее какие-либо ограничения. Ну и все то, что вы перечислили, на все это нужно обращать внимание, наверное, да? Это основной документ на сегодняшний момент, это основной документ, который необходимо получить. Понятно, существует и понятие правоустанавливающие документы, это документ на основании чего вам принадлежит данный объект. Это может быть договор купе-продажи, наследство, договор приватизации и так далее, договор о дарении. Их тоже надо проверять. Но о том, кто является правообладателем, есть объект данный на сегодняшний момент в едином государстве, это все-таки является выписка. Есть такая штука, как электронная цифровая подпись. Я с ней даже сама сталкивалась, не до конца разобралась, что это такое. В каких случаях она необходима и что это такое? Электронная цифровая подпись, просто говоря, это аналог вашей подписи от руки. Необходима она во всех случаях, когда вы подаете документы на государственную регистрацию и кадастровый учет. Если вы в простом, скажем, если когда вы приходите в МФЦ, подписываете заявление, ставите свою подпись, то здесь ваша подпись подтверждается именно наличием вот этой электронно-цифровой подписью, прикрепленной к данному документу, к электронному. Получить данную подпись на сегодняшний момент сложности никакой не составляет. Есть специальные удостоверяющие центры, которые предоставляют данную услугу. Перечень этих центров также можно посмотреть на нашем сайте Росреестра. Кроме того, я бы советовал обращаться в Федеральную кадастровую палату, которая предоставляет данную услугу, и получать электронную цифровую подпись там. А для чего она необходима при совершении любых сделок? Вы же договорку при продаже подписываете, ставите свою бумажную, на бумажном документе свою бумажную подпись. Здесь при электронной регистрации мы с вами подписываем электронный документ, электронную договорку при продаже. На нем подпись поставить на экране или так далее вы не сможете. Соответственно, вы подписываете этот документ своей электронной цифровой подписью. И, допустим, покупатель подписывает, и продавец подписывает своими электронными цифровыми подписями. Мы, когда проводим проверку документов, проверяем наличие этих подписей, соответствует ли эта подпись тому лицу, кто ее предоставил, кто указан в договоре, кто подписался в этом договоре. Если все соответствует, ради бога, мы регистрируем и переход права, и право на нового покупателя, скажем так. Знаете, я, наверное, человек дикий. Я, когда покупала квартиру, мне кажется, я бы побоялась пользоваться электронными сервисами. Мне надо было прийти, посмотреть, пощупать, потрогать, увидеть бумажку, подержать в руках. Сейчас у меня вот такие талмуды дома лежат, просто скопленных всяких договоров, бумаг, выписок и всего прочего. И действительно, как-то немножко боязно, наверное, нашему человеку, даже мне. Я молодая, да, но и то мне страшно. Я привыкла, потому что родители так делали. И всегда учили, что Юля, ай-яй-яй, все должно быть в бумажном виде, храниться десятилетиями в дальнем углу шкафа. Боязно, все равно. Есть ли случаи мошенничества в этой сфере? И как защититься? Вы знаете, во-первых, время не стоит на месте. Вы видите, какое развитие. У нас с вами телефон раньше был такой, а теперь вон какой, в котором хранится у нас с вами столько информации. И в том числе эта информация также может там храниться. И не надо у нас с вами, скажем, телефон уже заменил шкаф. По поводу, имеются ли случаи мошенничества на территории, случаи подделки электронно-цифровой у нас на территории не выявлены. Как защититься? На сегодняшний момент не все граждане, скажем так, могут заказать электронную цифровую подпись, подписать договор и все, ради бога, регистрируют. Нет, такого, скажем, такое сделать можно, но не во всех случаях эти документы будут зарегистрированы. На сегодняшний момент, прежде чем вы захотите продать какой-то объект, вы должны обратиться в МФЦ с заявлением о возможности подачи заявления на государственную регистрацию перехода права в электронном виде. Скажем так, заявление о возможности. То есть вы говорите, что я, возможно, буду осуществлять сделки в электронном виде. При наличии такого заявления государственная регистрация по электронной сделке будет осуществлена. Если такого заявления нет в Росреестре, то мы возвращаем документы без рассмотрения. Соответственно, если вы предполагаете, что вы не будете ничего делать со своей недвижимостью, то это заявление подавать не надо. И, соответственно, если какие-то действия будут совершаться с вашей электронной подписью или, может быть, какой-то другой электронной подписью, то мы эти документы даже рассматривать не будем. Мы будем возвращать без рассмотрения. Есть исключения из общего правила, из этого правила. Это когда у нас государственные органы подают заявки. Это когда у нас нотариусы подают заявление. Это когда у нас подают заявление через сервисы кредитных организаций. Понятно, почему мы доверяем кредитным организациям. Кредитные организации проводят полный разбор сделок. Ни один банк не выдаст. Ну, там понятно. Да, там очень большая. И, кроме того, между кредитными организациями и родственниками заключено соглашение о взаимодействии. И четвертое – это когда ваша электронно-цифровая подпись удостоверена федеральной кадастровой палатой. Я, почему и говорил, советовал, да? То есть… Именно туда обращаться. Да, поэтому вот четыре исключения, когда заявление о возможности предоставлять не надо. В остальных всех случаях необходимо заявление о возможности, иначе документы не будут рассматриваться в целом. Сейчас есть такая возможность. То есть, допустим, человек не может продать квартиру, если на это нет какого-то разрешения. Ну, то есть, можно подать заявление без личного участия, допустим, по доверенности, чтобы не прошла сделка, да? Действительно ли это можно сделать и в каком порядке? Да, на сегодняшний момент, если вы, прямо скажем, думаете, что с вашей недвижимостью могут быть осуществлены какие-то действия, вы можете подать заявление в МФЦ о невозможности государственной регистрации перехода права без личного участия. О чем это говорит? Что без вашего личного участия, если будут представлены документы, допустим, договор купли-продажи, дарения, по доверенности, данные документы мы также рассматривать не будем. При наличии такого заявления и сведения о таком заявлении в едином государственном, мы рассматривать не будем, будем возвращать без рассмотрения. В случае, если вы придете сами, и будет наличие такого заявления, мы, конечно же, рассмотрим, потому что вы сами обратились за государственной регистрацией, о чем есть сведения в заявлении, ваша личная подпись и так далее. Такие документы мы рассматриваем, и эта запись автоматически снимается из единого государственного регистра. В остальных случаях мы такие заявки не рассматриваем. Это тоже один из способов защитить свою недвижимость от мошеннических действий. Ну, это, наверное, особенно удобно для тех, кто проживает где-то за рубежом или в другом городе. Или для стариков, опять же, как вариант. Возможно, кто боится, что с его недвижимостью что-то произойдет, кто, может быть, подписал какую-то доверенность и каким-то образом сомневается в добропорядочности того человека, кому он выдал доверенность. Поэтому это тоже, да, способ защититься и от этих тоже действий. Есть такая реклама. Если у вас есть электронная подпись, защитите себя, сообщите в ЕГРН свой адрес электронной почты. Зачем это нужно? Ну, не обязательно электронная подпись, а вот адрес электронной почты внести, конечно, желательно. Почему? Потому что это тоже один из таких способов, скажем, предварительной защиты самого себя. На сегодняшний момент, если вы обратитесь с заявлением о внесении адреса электронной почты, мы вносим эти сведения в единый государственный инвестор прав. И в случае, если поступает заявление о государственной регистрации перехода права, если какие-то изменения вносятся, то мы автоматически, скажем так, база автоматически уведомляет вас на ваш адрес электронной почты, что поступило заявление за таким-то номером и такого-то числа. Если это заявление не выпадало, то, соответственно, вы можете предпринять шаги, чтобы это заявление дальше не пошло в работу. Если вы подали самостоятельно заявление о переходе права, и если принято решение о приостановлении, а в будущем об отказе, вам эти уведомления тоже присылаются. Уведомления о приостановлении формируются так, в нем указываются причины приостановления, которые дают вам возможность ознакомиться, исправить в течение трех месяцев. И по истечении трех месяцев, если вы исправили, ну, вернее, если исправили, регистрируем сразу. Если не исправили, по истечении трех месяцев мы вам оказываем, опять же, на адрес электронной почты вам приходят уведомления. То есть все уведомления об поступлении документов, о приостановлении, об отказе, об изменениях, все уведомления направляются на адрес электронной почты. А если, скажем, квартира за последние несколько лет продавалась, покупалась, продавалась, покупалась, это должно насторожить или нет? Говорить, что это не правомерное действие, я бы не взялся. Это могут быть как и правомерные действия. На сегодняшний момент у нас с вами объект недвижимости, это такой же объект купли-продажи, как и все остальные объекты. Но если все-таки у вас есть сомнения, а это тоже под собой имеет определенную почту, такое количество сделок, перепродаж, я бы, наверное, все-таки насторожился. И как защитить себя, как проверить это? Надо заказать выписку, опять же, из единого государственного регистра о переходе права. Эта выписка предоставляется также на электронных сервисах. Эта выписка состоит из сведений обо всех сделках, обо всех приобретателях и, соответственно, о конечном приобретателе. Вы можете проследить по этой выписке судьбу сделки и уже для себя принять определенные решения, стоит ли вам связываться с этим объектом или не стоит. И последний вопрос задам. Если человек решил приобрести недвижимость, какие документы он должен запросить у продавца, на что он должен обратить внимание? Я бы этот вопрос рассмотрел с двух сторон. Скажем так, если для государственной регистрации это одна сторона, для самого человека это другая сторона. Для человека все-таки важно это, конечно же, получить сведения, кто является правообладателем. То есть, либо надо попросить у продавца выписку свежую из единого государственного инвеститора права, а лучше заказать ее самому, чтобы не доверять недопорядоченным продавцам. Конечно же, это правоостанавливающий документ, чтобы сравнить сведения, указанные в выписке и на основании какого документа принадлежит выписке объект недвижимости продавцу и какой он вам показывает документ. Конечно же, это сведения о задолженности в коммунальных платежах надо получить, чтобы не было задолженности, чтобы вам потом самим с этим не разбираться. Ну да, то купишь квартиру, а не потом долг полмиллиона. Если одним из существенных условий договора купли-продажи недвижимости, это являются сведения о прописанных в данном квартире, вам надо понимать, есть ли прописанные в данном квартире, нет, то есть запросить сведения о прописанных. Раньше она называлась форма 10, форма 17, ее по-разному называли. Если у вас вызывают сомнения о состоянии здоровья продавца… Психического? Не знаю, психическое, физиологическое, да, то, конечно же, вам надо как минимум из псих-диспансера получить сведения из наркологического диспансера, получить справочку о его состоянии. Если говорить о государственной регистрации как услуги, то нам основное – это договор купли-продажи, я одно упущение сделал, и надо проверить продавца, состоит он в браке или не состоит. И состоял он на момент приобретения объекта в браке или не состоял, потому что это очень важно. Без согласия супруги нельзя продать. Конечно. Поэтому надо, конечно же, еще получить согласие супруги на продажу. И данное согласие должно быть выражено в нотариальной форме. Что касается государственной регистрации, нам достаточно договора купли-продажи, согласия супруги на продажу. В принципе, все. Это все. Евгений Александрович, какое пожелание можете сделать нашим жителям, может быть, активнее пользоваться электронными сервисами? Конечно же, активнее пользоваться – это очень удобно. Это не занимает такое количество времени, тем более в территории нашего города, в стоянии, в пробках и добраться из одной точки А в точку Б. Это намного упрощает вот эту вот поездку и бумажную волокиту, потому что не только надо зайти где-то, может быть, в очереди отстоять или еще что-то. Так, еще надо добраться до этого места. Поэтому я предлагаю все-таки активно пользоваться, как минимум не сбавлять темпов. И все самое лучшее. Ну что ж, спасибо вам. Будем надеяться, что со временем мы научимся действительно активнее пользоваться всеми электронными сервисами. Я напоминаю, это была программа «Время говорить», и сегодня мы говорили об электронных услугах Росреестра. В гостях у нас был начальник отдела государственной регистрации недвижимости в электронном виде управления Росреестра по Приморскому краю Евгений Санин. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова